Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема. Третий этап формирования канона Священного Писания Нового Завета. В истории формирования канона, то есть списка тех книг, которые с точки зрения Церкви адекватно излагают Божественное Откровение Господа Иисуса Христа, переданное через апостолов и ближайших учеников, можно проследить три основных этапа. Первый этап до 170 года. До нас не сохранились от этого периода, собственно, списки, как перечень священных или канонических книг. Второй этап со 170 по примерно 300 год. До нас дошли списки, но эти списки между собой отличаются. И, наконец, третий этап, который мы рассмотрим сегодня, это IV и V века, когда происходит стабилизация канона. То есть разные поместные церкви сходятся во мнении и принимают единый список канонических книг. Стабилизация канона связана с деятельностью выдающихся, замечательных богословов как Востока, так и Запада. На Востоке особый вклад в стабилизацию канона, в его окончательное формирование внесли такие деятели, как Евсевик Иссорийский, святитель Кирилл Иерусалимский и святитель Афанасий Александрийский. А на Западе это блаженные Иероним Стридонский и блаженный Августин Японский. Рассмотрим мысли, содержащиеся у каждого из перечисленных церковных деятелей, которые мысли способствовали окончательному формированию списка канонических книг. Евсевий Кисарийский годы жизни 258-й, либо 265-й и 239-й, либо 240-й. Был одним из первых церковных историков. Он придавал немалое значение вопросу о том, какие книги рассматривали в качестве авторитетных христиане предыдущих эпох. Именно благодаря ему сохранился ряд уникальных сведений авторов предыдущего периода, которые мы рассматривали в предыдущих лекциях. Закономерно, что изложив взгляды своих предшественников, кисарийский епископ в произведение под названием «Церковная история», описал он эту книгу долго на протяжении всей первой четверти четвертого века по Рождестве Христовым, излагает и свою собственную точку зрения на канон Нового Завета. Евсевий Кисарийский разделяет все книги, которые претендуют на вхождение в канон, на четыре категории. Первая категория – принимаемые единодушно повсюду. Амалагумена – четыре Евангелия, книга Деяний, послание апостола Павла, первое послание Петра, первое послание на Богослово и, возможно, книга Откровения Иоанна Богослова. Цитата. На первом месте поставим, конечно, святую четверицу Евангелий. За ней следуют Деяния апостолов, потом Павлова послание, непосредственно за ними первое Иоаннова и бесспорное Петрова, а потом, если угодно, Апокалипсис Иоанна, о котором в свое время поговорим. Эти книги бесспорные. Вторая категория – оспариваемые, но принятые большинством. Антелегомена – это послание Якова, послание Иуды, второе послание Петра, второе и третье Иоанна Богослова. Цитата. Среди оспариваемых, но большинством принятых, послание, именуемое одно Яковлевым, другое Иудиным, и второе Петрова, также второе и третье Иоанновы. Может быть, они принадлежат Евангелисту, а может быть, какому-то его тезке. Третья категория. Подложные – это Деяния Павла, пастырь Эрмы, Апокалипсис Петра, послание Варнавы, Дедахи, Евангелие евреев и, возможно, книга Откровения Иоанна Богослова. Цитата. К подложным относятся Деяния Павла, книга под названием «Пастырь», Апокалипсис Петра, послание, признаваемое Варнавиным, так называемое учение апостолов и, как я сказал, пожалуй, Иоаннов Апокалипсис, который одни отвергают, а другие относят к признанным книгам. Некоторые помещали среди этих книг и Евангелия евреев, которые больше всего любят евреи, уверовавшие во Христа. Все это книги отвергаемые. И мы сочли необходимым составить их список, полагая, что мы должны знать, какие книги подлинны, неизмышленны и приняты церковным преданием, и какие, наоборот, из книг Нового Завета исключены, хотя известны большинству церковных писателей. Последнее выражение очень хорошо указывает на напряженность работы мысли в древней церкви в процессе формирования канона. Эти книги известны. Относительно этих книг идут обсуждения, и быть внесенной в канон означало придать особо значимый статус этой книге. Последняя фраза из цитаты указывает, что не было никакого произвола в формировании канона Нового Завета в христианской церкви. Четвертая категория. Еретические. «Евангелие Петра», «Евангелие Фомы», «Евангелие Матфея», «Деяния Андрея» и другие. Цитаты. Следует знать и эти книги, и те, которые у эритиков словут под именем «Евангелий апостолов» – Петра, Фомы, Матфея и еще других, а также «Деяния будто бы Андрея», «Ивангелие Матфея» и прочих апостолов. Эти книги никогда не удостаивал упоминаний ни один из церковных писателей. Да и речь их, и слог очень отличаются от апостольского духа. Мысли же и все учения в целом далеко не согласуются с истинным правоверием. Это явно выдумки еретиков. Поэтому книги эти следует не то, что причислять к положенным, а вовсе отвергать, как совершенно нелепые и нечестивые. Таким образом, Евсевикий Сарийский очень четко ранжирует книги по степени соответствия их критериям каноничности. Очевидно, что последняя группа, еретические книги, противоречит богословскому критерию. Тогда как предпоследняя группа, то, что было названо подложное, нофа, не выдерживает испытания с точки зрения апостольского происхождения и всеобщего принятия. Первая группа выступает как ядро новозаветного канона, поскольку удовлетворяет всем критериям. И, наконец, вторая группа, оспариваемая, но принятая большинством, вызывает сомнения именно из-за споров, которые ведутся относительно входящих в нее книг. Интересно, что сам Евсевий отвергал две книги из второй группы «Послание Якова и Иуды», поскольку ранее в церковной истории он пишет, цитата, «Это что касается Якова, которому принадлежит первое из так называемых соборных посланий. Следует знать, однако, что оно подложено. Из древних его упоминают немногие, также и так называемая Иудина, одной из семи называемых соборными». Конец цитаты. Он указывает на то, что они вошли в широкое литургическое употребление. Цитата. «Мы знаем, однако, что их вместе с прочими всенародно читают во многих церквах. С точки зрения Евсевеки Сарийского вот такое церковное употребление и было основанием для принятия их церковным большинством в качестве канонических. Так он и Евсевеки Сарийский видел». Сомнения его относительно откровения были, вероятно, более серьезными. Поэтому он помещает его одновременно и в первую, и в третью группы, предоставляя самому читателю сделать вывод. Напомню, что Евсевеки Сарийский был тем епископом, который играл очень видную роль при дворе императора Константина Великого. И, конечно, вот в таком двояком отнесении книги откровения либо в первую категорию несомненных, либо в третью категорию подложных, то есть неприемлемых, очень хорошо характеризуют его именно как дипломата, как человека, который пытается лавировать между разными движениями, но в данном случае движениями мысли, связанными с обсуждением канона Нового Завета. Каково же отличие канона Евсевеки Сарийского от современного нашего? Если говорить о том, что вторая группа, в которой он лично иногда сомневается, либо кто-то сомневается, но все-таки может быть отнесена к первой несомненной, то отличие только в том, что он либо принимает, а вслед за ним и читатель, либо не принимает книгу Откровения Иоанна Богослова. То есть позиция, характерная для большинства церковных авторов Востока того периода. Следующий замечательный Восточный автор Святитель Кирилл Иерусалимский. Годы жизни. 315-386. Приводят рекомендованный для оглашенных список канонических книг как Ветхого, так и Нового Завета в своих огласительных словах, произнесенных в середине IV века. Процитируем то, что касается книг Нового Завета. В Новом же Завете Евангелий только четыре, а прочие надписуются ложно и вредны. И манихеи написали Евангелие от Фомы, которая, будучи прикрашена благоуханием евангельского именования, расцвливает души людей простых. Принимай и деяния двенадцати апостолов, сверх того семь соборных посланий Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. Печать же всего и окончательное дело учеников 14 посланий Павловых, а все прочее да будет положено вне, на втором месте. Отличие канона святителя Кирилла Иерусалимского от современного в том, что в нем отсутствует книга Откровений Иоанна Богослова. Это характерно для православного Востока той эпохи. И, наконец, третий восточный автор, который не просто повлиял, а, можно сказать, завершил формирование канона священного писания Нового Зета на Востоке, это святитель Афанасий Александрийский в годы жизни 296-373. И повлиял он очень необычным для нас сегодня образом. Повлиял через издание своего архиепископского пасхального послания. Мы с вами знаем, что сейчас и предстоятели поместных православных церквей, и епископы, архиепископы, митрополиты конкретных епархий на Пасху и на Рождество издают послания. И эти послания читаются в их церквах. Такая же практика была и в IV веке на Востоке. Однако послания, которые издавал архиепископ города Александрии, читались не только в церквах его епархии, его округа, но с большим удовольствием читались и использовались также и в других поместных церквах. Это было связано с тем, что Александрия была центром учености той эпохи и в качестве приложения к посланию Александрийского архиепископа каждый год издавалось Пасхали на следующие годы. То есть расчет на ближайшие годы, когда начинается Великий пост, когда наступает Пасха и так далее. Вот эти вот даты подвижного богослужебного календаря. Именно в силу этого послания святителя Афанасия Александрийского, которое было приурочено к Пасхе и тоже содержало такое приложение, получило широкое распространение не только в его епархиях, но и далеко за границами его юрисдикции. Это так называемое 39-е пасхальное, иначе называют праздничное послание 367-го года. Интересно, что святитель Афанасий будет также не только приводить список книг, но и производить определенную категоризацию. И вот в начале интересующего нас фрагмента данного послания святитель Афанасий использует понятие апокрифических книг. От греческого слова апокрифос, которое означает скрытый или иногда переводят подложный. Это слово указывает на те книги, которые церковь не принимает. При этом святитель Афанасий подчеркивает, многие из них являются псевдоэпиграфами. Их настоящие авторы не те, кем они надписаны. Цитата. Боюсь же, чтобы иные из людей простых, как писал Павел Коринфином, по ухищрению некоторых не уклонились от простоты и чистоты и не стали уже читать других книг, называемых апокрифическими, будучи обмануты сходством их именования с книгами истинными. Далее святитель Афанасий указывает, что не следует смешивать апокрифические книги с несомненно богодухновенным писанием и приступают к тому, чтобы исчислить сначала по порядку все книги, внесенные в канон, преданные нам как божественные и таковыми признанные. Обратите внимание, он уже употребляет термин канон и, соответственно, этот термин канон связывает с понятием божественные книги и эти божественные книги составляют богодухновенное писание. Все книги, претендующие до вхождения в канон, он, в свою очередь, делит на три группы. Первая группа канонические перечень этих книг в точности совпадает с перечнью книг современного канона. Цитата «Не поленимся сказать и о книгах Нового Завета». Они суть следующая «Четыре Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Потом после них деяния апостольские и семь апостольских посланий, называемых соборными. Именно одно Яковлева, два Петровы, потом три Иоанновы и после них одно Иудина. Сверх всего есть 14 посланий апостола Павла, перечисляемые в таком порядке. Первое к римлянам, потом два к коринфянам, после них к галатам и вслед затем к эфесиным, потом к филиппийцам и к колоссинам, а после этих два к фессалоникийцам и послания к евреям, непосредственно затем два к Тимофею, одно к Титу и последнее к Филимону. И еще апокалипсис Иоанна. Вот источники спасения, чтобы заключающимися в них словесами напоеваться жаждущему. В них одних благовестуется учение благочестия, никто да не прилагает к ним и не отъемлет от них чего-либо. Конец цитаты. Обратите внимание, что хотя список книг канона святителя Афанасия совпадает с современным списком, но порядок несколько отличается. Вторая группа, которую он, святитель Афанасий, выделяет неканонические книги, не вошедшие в канон, но рекомендуемые оглашенным. Здесь следует сделать небольшое примечание. Сам по себе термин неканонические как прилагательное возникает в русской богословской литературе в 19 веке. У святителя Афанасия такового термина нет, однако идея это присутствует. Он говорит о книгах, которые не вошли в канон, а канон он изложил чуть выше. Поэтому, конечно, мы понимаем, что самого термина нет, но идея у святителя Афанасия есть. Поэтому, когда в русском богословии вводится и термин, данный термин не согрешает против исторических реалий. Итак, вторая группа, не вошедшие в канон или в богословской литературе называемые неканонические книги. Святитель Афанасий говорит о них следующее, цитата, для большей точности присовокупляю, что кроме этих книг есть и другие, не внесенные в канон, которые, однако же, установлены от сами читать вновь приходящим и желающим огласиться словом благочестия. Таковы так называемые дедахи и пастырь. В данной цитате для ясности изложения были опущены те ветхозаветные неканонические книги, которые здесь излагает святитель Афанасий, а именно книга премудрости Соломона, Иисуса сына Сирахова, Исфири, Иудив, Тавии. Надо сказать, что они также были включены им в число неканонических книг. Эта категория неканонических книг, по мысли святителя Афанасия, полезна тем людям, которые желают принять крещение, проходит период оглашения. Мы с вами помним, что в древности, и сейчас эта практика возобновлена и в русской православной церкви, для того, чтобы принять крещение, необходимо пройти краткий курс христианского вероучения. И вот перечисленные святителем Афанасием книги весьма полезны для тех лиц, которые хотят узнать прежде всего этику, прежде всего то, как себя вести христианином. Третья категория. Апокрифические сочинения еретиков. Цитата. Впрочем, возлюбленные, тогда как одни книги внесены в канон, а другие предлагаются для чтения, нигде не упоминается о книгах апокрифических. Они суть выдумки еретиков, которые пишут их, когда хотят, но приписывают им давность и прибавляют лет, чтобы, выдавая их за древние, иметь случай к обольщению тем людей простодушных. Получается, что названия апокрифические, хотя означают скрытые, но, конечно, перевод подложные очень верный, потому что эти книги являются имитацией священного писания, но по содержанию таковым не являются. Значение пасхального послания святителя Афанасия Александрийского для истории христианской церкви двояко. С одной стороны, мы с вами видим, что его канон в точности соответствует тому канону, который и сейчас принят и православными церквами, и большинством других христианских церквей. С другой стороны, очень важно, что, продолжая традицию своих предшественников, святитель Афанасий выходит за границы книг, включенных в канон, и указывает также другие категории книги, не входящие в канон, но полезные для чтения, особенно новоначальных, и, наконец, третья категория, книги, которые читать не полезно, он называет их апокрифы. И мы сейчас, когда говорим о богословской литературе, тоже проводим примерно такую же рубрикацию. На Западе решающую роль в стабилизации канона, возможно, в чем-то под влиянием деятельности восточных авторов и богословов, сыграли два человека. Это блаженный Иероним Стридонский и блаженный Августин Японский. Блаженный Иероним Стридонский годы жизни 342-й и 419-й, либо 420-й, известен тем, что по удалению в отшельничество жил сначала в Сирии, а потом в возрасте 40 лет начал изучать древнееврийский язык, чтобы переводить текст священного Писания Ветхого Завета с языка оригинала. И поскольку ему было тяжело учить древнееврийский язык, свои труды на этом поприще он понимал как особый вид аскезы. После переезда в Палестину он сделал новый перевод священного Писания на латинский язык и уже много позже этот перевод называемый Вульгата был провозглашен на Триденском соборе 1545-1563 годов как официальный перевод католической церкви. В силу этого, что с именем Блаженного Иронима связан не только вопрос канона но и собственно перевод а то, что он переводил было ограничено понимаемым им каноном то, конечно, его авторитет в вопросе канона многократно возрастает. В письме к Павлину Блаженный Ироним последовательно перечисляет все книги Священного Писания, которые очевидно являются для него каноническими и дают краткое изложение содержания каждой из них. Впоследствии этот перечень помещался в качестве вступления в ранних изданиях вульгаты. В списке перечислены все 27 книг современного канона, хотя многие названы группами, например, послания апостола Павла христианским общинам описываются через то, что он, цитата, писал всеми церквам. Отдельно упоминается послание к евреям, собирательно описаны пастырские послания, цитата, дает наставление Тимофею Титу, ходатайствует перед Филимоном за беглого раба Анисима. Порядок упоминания блаженным Иронимом новозаветных книг несколько отличается от современного, деяния указаны после посланий святого апостола Павла. Важные сведения о различном отношении к посланию к евреям и к откровению Иоанна Богослова на Востоке и Западе содержатся у блаженного Иронима в письме к Дардану о земле обетованной. Цитата. Нужно сказать то, что послание, которое написывается к евреям не только церквами Востока, но и за ними всеми церковными писателями греческими, принимается как послание апостола Павла. Хотя многие думают, что оно или Варнавы, или Климента, и что нет нужды, чье оно, когда оно есть произведение мужа, принадлежащего к церкви, и когда оно ежедневно прославляется чтением церкви. Если обычай латинян не принимает его в числе писаний канонических, как и церкви греческие, по той же свободе не принимают апокалипсиса Иоанна, то мы, однако же, принимаем и ту, и другую книгу, следуя вовсе не обычаю настоящего времени, но авторитету древних писателей, которые по большей части пользуются свидетельством той и другой книги, не так, как иногда это делают относительно апокрифов, так как изредка они пользуются и местами из языческих писаний, но как книгами каноническими и церковными. Таким образом, блаженный Иероним указывает, что даже в его время продолжаются споры относительно вхождения этих двух книг в канон Священного Писания Нового Завета, но он подчеркивает, он предлагает решать этот вопрос не исходя из каких-то сиюминутных веяний времени, но обращаясь к опыту предшественников и церковной традиции. Другой западный автор, который также повлиял на завершение формирования канона в западной церкви, это блаженный Августин Японский годы жизни 354-430. Он замечательен не только как выдающийся богослов в западной церкви, но и как автор, который составил первое пособие по принципам и методам толкования священного писания. Мы с вами сегодня этот раздел библистики называем герминевтика, но у Блаженного Августина книга называлась не библейская герминевтика, а христианская наука, и тем самым мы видим, какое значение он придавал чтению и изучению священного писания для христиан древней церкви. Именно в этом произведении христианская наука, изложив критерии каноничности, Блажен Августин Японский приводит перечень канонических книг. Причем для священного писания Нового Завета этот перечень совпадает с современным. Отличается только порядком перечисления произведений. За Евангелиями он указывает послания святого апостола Павла, затем соборные, ставя послания Иуды на последнее место и начиная с послания апостола Петра деяния и откровения. Но значение Блаженного Августина не только в том, что он канон связал с изучением Библии. Поскольку он был епископом и епископом авторитетным, благодаря его деятельности данный канон, совпадающий с нашим современным, напоминаю, был признан на поместных соборах Западной Церкви Японском 393 года и двух Карфагенских 397 и 419 года. Подводя итог, можно сказать, что к началу V века в целом формирование канона завершилось. Все приняли тот канон, который мы с вами сегодня используем. Однако споры относительно канона периодически возникали и после V века, вплоть до X века, до конца I тысячелетия. Как объяснить возникновение такого рода споров? Дело в том, что когда издавали кодексы, то как раз подборка книг и указывало на понимание составителям кодекса, какие книги он включал в канон. То есть каноном для составителя кодекса было, по сути дела, оглавление данного кодекса. Кодексы в древности использованы протяжении нескольких столетий. И поэтому бывало так, что кодексы, составленные в период, когда еще продолжались споры, например, III век, начало или середина IV века, когда отсутствовали или добавляли стерленные книги, продолжали использовать в V, VI, VII, VIII, IX, X веках. Ну, как минимум, мы с вами знаем, использовали до IX века, когда произошла минускульная революция, и очень часто уже смывали маюскульный шрифт и писали более мелким минускульным шрифтом. И вот если читатели, допустим, VI или VII века брали в руки этот кодекс, они понимали, что он отражает несколько иное представление о уже принятом всеми каноне. И тогда это служило причиной, чтобы опять возникали вопросы в отношении состава канона. Известно, что в греческом и латинском кодексе Бернираиус, который датируется IX веком, отсутствует послание к евреям, а в ряде западных манускриптов той же эпохи присутствует так называемое послание апостола Павла к ладийцам, которое, как уже было показано прежде, было отвергнуто церковными авторами как подложное. Поэтому вплоть до конца первого тысячелетия споры время от времени возникают, но поскольку для людей, которые участвуют в подобного рода спорах, уже доступны аргументы предшественников, то к концу первого тысячелетия последние сомнения снимаются и всеми принимается тот канон Священного Писания Нового Завета, который мы с вами и используем. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok